Ничего не было в галерее, поэтому мы пришли в Зару, четырехэтажную. Решили с Аней сходить в Новую Голландию. Это наш первый пункт сегодняшней прогулки. Уже второй день, очень жарко. Зато какой классный газон тут. Приходим с Аней по бутылке, пытаемся найти, где нам поесть. Сегодня едим в необычном месте, внутри бутылки. Вот это круглое здание, внутри которого мы сидим, это... Влад, возьми. Это бывшая тюрьма, которую переделали под... Ну, типа, как лофт, тут всякие шоу-румы, стрит-фуды и так далее. Вот Аня фоткает сейчас. Наверное, спрашивайте, что мы так часто ходим по ресторанам, почему Аня постоянно фоткает еду. Аня у нас ресторанный критик, делает обзоры на рестораны. Вы можете узнать, где вам лучше всего поесть, где будет вкуснее. У нее в Инстаграме. Ссылочка будет в описании. У меня обычная лапша рисовая с курицей. У Ани спринг-роллы в такой интересной рисовой бумаге. Ну, как обычно, Аня себе качапури по-аджарски берет, потому что уже жить без них не может. И серфа, лимонад. С чем он? Маракуйя, малина и... Короче, маракуйя и малина я один раз попробовал и чуть не расплакался от того, как вкусно было. Ну, сейчас попробуем, узнаем. Зани, качапури, доедаю. Он сейчас будет пробовать спринг-роллы. Ну как? Сейчас скажет, гам, но... А ну дай попробуем. Ну, один возьми. Такая липкая. Все, попробуем. Говно, да? Соус подкачал. Соус тут, как будто... Какой-то ореховый, что ли, я не знаю. Мне кажется, сюда лучше соевый сделать. Было бы там много вкуснее. Даже с кетчупом уже можно было съесть. Соус реально не очень вкусный. Он... Не знаю, он больше подошел бы к мясу. Да и вообще какое-то сочетание странное. Он вроде такой трюфельный, что ли, да? Так как душа у меня еврейская, я все-таки доем уплочено же. Поели, сейчас идем к водичке посидеть. Тут очень красивый такой спуск к воде. С газончиком, все как надо. Мы будем сейчас пробеляться. А, блин, пух еще задрал. Когда же он закончится? Столько пухов. Он вообще-то только начался. И будет сываться весь и дурно. У меня еще, получается, комп стоит возле балкона. И у меня спереди обдув. Получается, этот пух залетает в комнату. И попадает мне, блин, в эти сраные кулеры. И я просто с утра встаю и вычищаю оттуда, блин, весь этот пух. Короче, лапша была вкусная. Хачапури был вкусный. А вот эти вот сприндроллы... Ну нет, на самом деле, я говорю, хачапури был не самый вкусный, который я когда-либо пробовал. Мне понравился. Я, наверное, в хачапури не разбираюсь. Ты не разбираешься в хачапури так, как разбираюсь в нем я. Я уже задумываюсь над покупкой солнцезащитных очков. У меня уже глаза борются, щурятся. Такая вот водичка. Там песок. Можно почувствовать себя Локи из сериала «Викингов». Построить корабль. Локи? Нет, подожди, его же не Локи зовут. Не помню. Локи вообще-то из Марвелов. Брат Тора. Как вот разговаривать с такой женщиной? Короче, в сериале «Викинги» был... Как со мной разговаривать? В смысле? В сериале «Викинги» был чувак, который строил корабли. Я не могу вспомнить, как его зовут. По-моему, его Локи звали. По-моему, его Локи звали. Да Локи — это брат Тора. И что? Вообще-то, Тор и Локи — это боги скандинавские языческие. А, они. Ага, то есть они с другой планеты. Да, с другой планеты. Минутка достопримечательностей. Вот у нас Исаакиевский собор. Который две секунды назад Влад спросил, как называется. Я знал, как он называется. Да, поэтому спросил, как называется. Я уточнил, как называется, потому что был не уверен, мало ли что. Мы решили просто сесть напротив Исаакия. Вот туристов опять везут. Вот во времена Второй мировой, во время блокады, вот эти вот все высокие здания, которые в Питере были, вот включая Исаакий, обешивали таким чехлом, потому что их очень было хорошо видно издалека, и это было на руку немецким артиллеристам. Даже если пасмурная погода в Питере, вот купола вот такие золотые, они очень хорошо выделяются. Это вот такой вот исторический факт. Походу на говно какой-то сел. Нет, он уже пролазил. Издалека не очень понятны масштабы этого сооружения, но вблизи он просто огромный. С каждым днем процентное соотношение китайцев в Питере все увеличивается и увеличивается. Сейчас отстояли просто нереальную очередь в Макдональдсе, чтобы купить лимонад и мороженое. Ань, хочешь мой лимонад? Нет. Решили посмотреть мне шорты, так как мне тупо жарко. Мне нужны шорты. Аня, у меня есть пара шорт, Аня говорит, что я в них выгляжу как бомж. Зара трехэтажная. Поэтому мы идем в трехэтажную Зару. Я вас обманул, здесь четыре этажа. На последнем находятся товары для дома. Зара Хум, по-моему, да? Да. Начнула мне шорты. Вот эти? Еще что-то ходим. Еще походим. Вы знаете, когда ни хера не шаришь в моде, так хорошо, когда есть человек, который тебя одевает. Заре из восьми штанов понравились только одни, поэтому мы решили пойти в горизонт и посмотреть еще там. Плюс хочу еще сумку себе поясную посмотреть. Неудобно с камерой ходить. Либо с рюкзаком нужно ходить, либо, я не знаю, с рабочими какими-то штанами. Завесните, так, спасибо. Супробьем. Помогите. Короче, пришли в галерею, там ни хера нет. В итоге мы решили пойти сейчас в этажи, посмотреть там и вернуться обратно в Зару, где мы нашли прикольные штаны. Пришел взять жвачку со вкусом бургера. Вот такую. Сейчас попробую. Обычно жвачка. Не понимаю. Типа, она выглядит как бургер, а внутри типа кетчуп. Короче, херня какая-то. Они опять кушают себе тордильник. Вкусно тебе? Что там внутри? Все равно карамель. Ух ты. Короче, решили взять очки. Прям на уходе, там баба продает очки. 750 рублей. Все отлично. Форма классная, все классно. Но, блин, стекла поцарапанные. Короче, там из какого-то бушного. В итоге я решил не брать. Возьмем уже нормальные очки. В нормальном месте. Купил я все-таки себе очки. Чуть позже расскажу историю, как это было. Было очень интересно. Я даже не ожидал, что покупать очки в таких местах так тяжело. Ну все. Я наконец-то скупился. Купил шорты и вот такую вот сумку купил. Теперь наконец-то удобно. Можно камеру носить с собой. Мы с Анечкой уже едем домой. На этом vlog заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok